В прошлом году Северная Осетия вошла в число регионов с наибольшим показателем ввода жилья. Он вырос больше, чем на треть. Во многом это стало возможно благодаря социальной поддержке, в частности, программе «Жилье для российской семьи». В целом, социальная сфера стала одним из приоритетных направлений работы Сергея Миняйла. Тему продолжит Лидия Цахилова. Система оплаты труда педагогическим работникам пересмотрена. С 1 января учителя получают надбавки за непрерывный стаж работы и выслугу лет. От 10 до 13 процентов от оклада. Молодые педагоги – от 5 до 7 процентов. Также учителя-методисты и учителя-наставники будут получать ежемесячную выплату – 5 и 7 тысяч рублей соответственно. Предусмотреть надбавки всем категориям педагогических работников. Надбавки от главы республики. Погасить долги сельским учителям на оплату коммунальных услуг. Еще одно поручение Сергея Миняйла. На компенсационные выплаты необходимо около 434 миллионов рублей. Глава Северной Осетии поручил изыскать средства Министерству финансов. Я в Москве буду встречаться с Минфином, попробую переговорить. Попробую переговорить. Но с людьми надо разговаривать. И людям надо разъяснить, когда мы поймем, то есть определить порядок возмещения этих долгов. И до людей довести. Социально незащищенные граждане могут рассчитывать на бесплатную правовую помощь. Северная Осетия стала одним из первых регионов страны, где открыли государственное юридическое бюро. Оно доступно для 11 категорий граждан. Малоимущие, ветераны войны, инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родители, герои России, СССР и герои соцтруда. Найти работу, вести личное подсобное хозяйство, либо открыть свое дело. Все это возможно благодаря социальному контракту. Такой возможностью могут воспользоваться те, чей доход ниже прожиточного минимума. В прошлом году участниками программы стали 1342 человека. В этом господдержку получат 1550 человек. На эти цели выделят почти 197 миллионов рублей. Особое внимание и семьям с новорожденными детьми. Подарочные наборы для малышей. Это новая мера соцподдержки, которую ввели по поручению главы республики Сергея Миняйла с этого года. С начала года выдано 1630 комплектов. Первый раз в первый класс теперь каждый школьник пойдет тоже с подарком от главы региона. Средства заложены в бюджете республики. На 35% вырос ввод жилья в Северной Осетии в прошлом году. Ввели 322 тысячи квадратных метров. А в этом планируют 275 тысяч квадратных метров по нацпроекту «Жилье и городская среда». Успешно реализуется и программа «Жилье для российской семьи». 14 пятиэтажек и больше 80 тысяч квадратных метров. Квартиры под ключ по цене на 20% ниже рыночной. Ощутимая поддержка. Рассчитывать на нее могут госслужащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Молодые, многодетные и малоимущие семьи, получатели мат-капитала, люди с ОВЗ и проживающие в аварийных домах. К слову, программу переселения из аварийного жилья в республике планируют завершить досрочно до 31 декабря следующего года. Заключено доп. соглашение с фондом содействия реформированию ЖКХ. Для реализации этапа республика получила 128 миллионов рублей. В программу внесли 43 аварийных дома. Общая площадь более 20 тысяч квадратных метров. Расселят 446 семей. А еще в республике заменили 100 лифтов. 8 из них установили в медучреждениях Северной Осетии. Закрыть проблему ветхого и аварийного жилья. Чем быстрее мы ее закроем, тем быстрее эту проблему просто снимем. Потому что это же проблема людей, которые там живут. Второй момент. Растало сегодня только организовать работу. Все есть инструмент для реализации. Деньги есть. И все возможности при правильной организации этой работы, с учетом опыта, который был 19-20 год, все возможности есть. Так вот, знаете, проблему можно решить раз. Я не говорю, конечно, навсегда. Почему? Потому что все-таки жилищный фонд имеет свойство стареть. Но вот эту проблему острую сегодня можно решить раз и надолго. Модернизация системы водоснабжения – одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ. Обеспечить качественной питьевой водой жителей Лагирского и Правобережного районов. Такую задачу поставил Сергей Миняйло. В селениях Заманкулы-Цалык заменили водопроводные ветки и установили полиэтиленовые трубы. Работы завершены. Водопроводные сети Лагирского района изношены на 80%. Необходимо построить водозабор «Лац» с водоводом и подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Феогдон. По объектам готовы проектно-сметные документации, полученные заключения госэкспертизы. На эти цели необходимо более полутора миллиардов рублей. Об этом Сергей Миняйло говорил с Маратом Хуснулиным. Зампредправительства страны поручил Минструю России внести предложение о возможностях финансирования объекта. Социальная поддержка, обеспечение комфортным жильем граждан – это приоритеты руководства республики. И благодаря тесному сотрудничеству с федеральным центром удастся сделать жизнь граждан качественнее. Лидия Цехилова, Мария Кутаева. Специально для программы «В итоге».